Вот еще один прилет. Короче, Ильский МПЗ Грит, это уже седьмой. Российские нефтеперерабатывающие заводы последнее время пылали достаточно ярко. Все это ответ на ракетные атаки по Украине. Все, Ханару Т6. В результате таких атак изначально остановилось до 14% российских НПЗ. Но сейчас количество простаивающих производств уменьшилось ориентировочно до 10%. Россия начала восстанавливать поврежденные нефтеперерабатывающие заводы, которые являются ключевыми. Все, в первую очередь, касаются Рязанского НПЗ, который принадлежит Койлу. И также Куйбышевское НПЗ, там по сообщению отремонтировано около четырех установок первичной переработки нефти. Скорее всего, это связано с тем, что эти установки не были достаточно сильно повреждены. При том, что тот самый Рязанский НПЗ был разрушен на 70%, россиянам все же удается возобновить, несмотря на трудности с получением западных технологий. В целом, совокупные мощности по первичной переработке нефти в России даже после выведения из строя ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн в апреле, по сравнению с четырьмя миллионами тонн в марте. То есть, ожидается повышение. Но негодовать пока что рано. На самом деле, какого-то сильного увеличения переработки в связи с ремонтом мощностей не наблюдается. Как и раньше, по словам экспертов, тоже ожидать не стоит. Общая мощность первичной переработки нефти в России сократилась до 90 500 тонн в сутки с примерно 123 800 тонн. Такие атаки БПЛА подбили страну-бензоколонку. Но вопрос, смогут ли они быстро восстановить полностью свои мощности. Если не будут продолжены удары по НПЗ со стороны Украины, то нас может восстановить где-то 80% поврежденных своих мощностей в течение года. Но СБУ этого не гарантирует. Россия начала совершать ракетные атаки по Украине еще с 22 года. И удары в ответ – это то, что будет продолжаться и далее. Как заявлял глава СБУ Василий Малюк, украинские военные будут продолжать свою работу. Такие резкие заявления и атаки со стороны Украины вызвали обеспокоенность в США. Глава Пентагона Ллойд Остин напрямую раскритиковал удары по российским НПЗ, заявив, что это негативно повлияет на глобальную энергетическую ситуацию. Конечно, эти атаки могут оказать негативное влияние на глобальную энергетическую ситуацию. Поэтому, честно говоря, я считаю, что Украине лучше сосредоточиться на поражении тактических и оперативных целей, которые могут напрямую повлиять на ход боевых действий. Такая просьба не бить по врагу разозлила не только украинцев, но и самого президента. Ведь за этим последовали подобные сообщения и от других представителей, включая НАТО. Зеленский заявил, что для того, чтобы понять, как сейчас живут люди в Харькове, как живут люди без воды и электричества, нужно туда поехать и посмотреть, а уже потом что-то осуждать. Это создает напряженность в отношениях с США. Но, как заявил министр иностранных дел Украины, атаки на российские НПЗ не проводятся просто так. Это способ защиты. Если партнеры передают нам 7 батарей Патриот и говорят не делать того и того, то тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет Патриот, нет пакета помощи и при этом просят еще чего-то не делать, то тогда предмета для разговора нет. Действительно ли атаки ВПЛА влияют так на энергетику в мире или же это просто страх союзников? Вопрос остается открытым. Но будут ли еще ударные ответы со стороны Украины за атаки РФ? Ответ очевиден. Восстановить полностью НПЗ, источник войны в Украине, россиянам не удастся. Продолжение следует...